Всем привет! С вами снова GameBomb.ru и мы наконец-то поиграем в Quantum Break и сломаем время полностью. Так, уровень сложности обычный. Игра полностью переведена на русский язык, так что во время субтитров, во время катсцены я, наверное, буду помалкивать. Потому что обычно я их читаю, если они не на том языке. Эксперимент в университете. Акт 1, часть 1. Мы начинаем. Я на есть... Да. Возник разлом, ведущий к концу времени. Мы пытались добыть прибор-противовес. И заварилась каша. Нас поджидал Пол Сарин с сверхспособностью, как у меня. Ничего не вышло. Джек... Конечно. Мы попрыгали во время. Джек... Не поспеваете за мной? Ладно. С чего начнем? Спрашивайте. Начнем с начала. С вашего прибытия в Риверпортский университет. Я приехал к своему лучшему другу Полу Сарину. Он хотел мне показать, над чем работал. И еще это касалось моего брата Уэлла. Пол сказал, это изменит мир. И не соврал. Ой! Эй, ты! Смотри, куда прешь, козлина! Отвали! Уйди с дороги! Овца. Риверпортский университет. Эй. Спасибо, что подвез. Не за что. Да у них тут и так катсцены, как кино. Зачем вам еще понадобилось сериал Параллении снимать? Совсем непонятно. У вас не было 6 лет. С полом мы поддерживали связь, а с Уиллом не особо. Многое изменилось. Как вы себя при этом чувствовали? Просто рад был встретиться с полом. Так. Сделал погоромче чуть-чуть игру. Ну и, в общем... По поводу... Я следил за все... По... Я доехал до кампуса. Ты где? Я рад тебя слышать. В общем, иди во внутренний дворик и направо увидишь такое забавное здание. Там свет горит. Это физфак. Я тебя там встречу. Приходи скорее. Ты так и не сказал, о чем пойдет речь. Я знаю. Жду тебя. Почему было не подождать? Зачем в 4 утра? Пол любил эффектные сцены. Так вот. Я вот читал по поводу всех этих перипетий, по поводу ПК-версии, эксклюзивности, Xbox One и в особенности графона. Потому что, как вы знаете, в последний... чуть ли не в последний момент ребята из Рэмоди анонсировали ПК-версию. Которая... не было там никакого ни предзаказа, ни предпокупки, ничего. Поэтому никто не знал, сколько она будет стоить. Но за предзаказ Xbox-версии вам выдавалась... потом... потом бы выдалась бесплатно ПК-версия. Эй, не подскажете, где факультет физики? Большую железную черепаху у меня за спиной видишь? Мим не пройдешь. Спасибо. Так вот, оказалось, что в день релиза ребята в Windows Store добавили игру. Может, домой пойдем? И она стоит... кстати, она стоит не просто точно так же, как Xbox-версия. Она стоит даже дороже во многих регионах, чем Xbox-версия. Пол всегда был жаден до успеха. Энтузиаст. Без него не обходился ни один список лучших молодых профессионалов. А теперь он руководил гигантским проектом в университете. Очень для него важным. Да, ну... это еще ладно, ну окей. Это должна была быть эксклюзивом для Xbox, но стала эксклюзивом для платформы Windows. То есть она только на Windows 10, благодаря Windows Store. Но говорят, что это абсолютно прямой порт с консоли. То есть графон там тоже 720p. Такой долгий путь, чтобы взглянуть на научный проект? Из письма Пола я понял, что у него тяжело на душе. Ему нужен был друг. Я хотел хоть чем-то помочь. Сукин сын. Джек Джойс! Собственной персоной. Достопочтенный Пол Сарин! Как жизнь, толстосум? Заткнись иди сюда. С возвращением. Шесть лет. Я уж думал, ты никогда не вернешься. Да, я тоже. Идем. И вот Айсберг и Мизинчик у нас встретились. Нам надо в лабораторию наверх. Долетел нормально? Не то слово, спасибо. Помнишь, как мы по Юте катались? А какой был фургон? Я так понял, у Уилла не будет. Он не знает, что мы здесь. Я знал, что Пол по этому проекту советовался с моим братом Уиллом. У меня не было родных, кроме Уилла, но... Он был сложным человеком. Ты чего-то недоговариваешь. Это насчет моего брата? Все еще переживаешь за него? Если Уилл что-то натворил, то... Джек, старина. Пойми, я не просто так держал это в тайне. Наш проект — это прорыв. Он изменит мир. Миллер, предвижу очередное многословное выступление. Ну что ты? Ой, что это? Неужели презентация моего проекта? Как это кстати? И кто же ее сюда положил? Подумать только. Ладно. Шутки в сторону. Джек, лаборатория здесь. Идем. Давай, сразу к демонстрации перейдем. Ты совсем не изменился. Ну, в общем, ладно. Все эти обсуждения графона и прочей фигни — это все лирика, неважно. И вообще... Играм и играм не ради графона. Хотя 720p на самом деле обидно. Даже здесь вот видно, что вот из-за шлейфов и прочего, тени и все такое явно не супер круто. Добро пожаловать на проект, Променант. Ого. Ого. Финансирование у вас что надо? Что это вообще такое? Это будущее, Джек. Перед тобой величайшее открытие нашего времени. Впечатляет, конечно, но наука — это же по части Уилла. Я-то здесь зачем? Я не просто так это среди ночи затеял. Мне нужен надежный человек. Ты мне должен помочь убедить Уилла. Да, я подозревал. Когда твой брат осознал масштаб нашего проекта, он... Ну, ты знаешь Уилла? Да уж. Погоди, возьму кое-что со стола. Он поднял шум, напугал инвесторов, кричал про ошибки в расчетах, про опасность. И все без доказательств. Она работает, но нужна демонстрация, или нам перекроют финансирование. Чувствую себя в Half-Life, потому что там так же приходилось ждать. Ну и видите, самое главное, это вот шлейф из-за персонажей, это из-за того, что... Джек. Ты знаешь, мне нелегко просить о помощи, но у меня нет выбора. Понимаешь, мои испытания, они не вполне законны, а ты единственный, кому я могу доверять. Не знаю, что натворил Уилл, но я хочу это исправить. Брата я любил, но он был ни разу не подарок. Там уже, по сути, все готово. Только кнопку нажать, но я хотел, чтобы это был именно ты. Привет, кстати, первый Half-Life. Джек, спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Тогда шлейфы, это из-за того, что берутся несколько... Ну, рендерится сразу несколько картинок в малом разрешении, и из них встряпается одна картинка в нативном, якобы, 1080p. Но в итоге это все равно только... всего лишь... склейка из... там, по-моему, четырех разных картинок 720p. Именно поэтому появляется шлейф и прочая фигня. Ну, некоторые эффекты рендерятся в полном Full HD. Ну, это особо картина, наверное, не меняет. А что там за шлюзом? Правильнее спросить, когда за шлюзом. Да ты философ. Так, и что же это? Это схема коридора. При перемещении по часовой стрелке происходит движение во времени вперед. Против часовой — назад. А, погоди, так ты изобрел часы? И... намного опередил время. Нажми вон на тот рычаг с надписью «Хрононопровод». Он активирует ядро. Я проведу диагностику и проверю, все ли стабильно работает. Эм... Ага. Я так и думал. Реально очень похоже на начало первого Half-Life. Нас позвали провести эксперимент, который... Ломается. Прикольно это с помощью этого. Стика делается. Ой-ой-ой. Это запускается хрононопровод. Что, еще дальше, что ли, не все? Ты уверен, что так должно быть? Все показывают, что это мильное. Ооо. Что это было? Интерстеллар. Кодро действует словно мельчайшая вращающаяся черная дыра. Так что при активации возможна небольшая турбулентность. Черная дыра? А мы вообще что тут испытываем? Скоро узнаешь. Прикольно. Сюда. Нужно поднять коридор. Все как в старые времена, да? Немного незаконно и безбашенно. Мы с Полом немало натворили в прошлом. Но сейчас все было по-другому. Однако я не осознавал, насколько серьезными и масштабными могут быть последствия. Да и откуда мне знать? Но я знал Пола. Он делал вид, что ему все нипочем. Но я видел, что он нервничает. Работает. Джек, она работает. Ты глазам не поверишь. В общем, пообсуждаем, когда у нас будет реальный геймплей, а не вступление. Нам нужно повернуть ключи одновременно. Мера предосторожности. Готов? Мы словно ядерную бомбу запускаем. Мы же не ядерную бомбу запускаем, верно? Вот сейчас и узнаем. Три, два, один. Черт, Пол! Что это? Коридор. Путник входит с одной стороны, проходит сквозь петлю, выходит с другой и переносится в заданное время, оказываясь там, где в тот момент физически расположена машина. Путник? Стоп, стоп, стоп. Это проход для... Ты хочешь зайти в эту штуку? В машину. Сквозь время. Это, мать ее, машина времени. Я буду первым, Джек. А ты моим свидетелем. Пол, ты спятил, что ли? А вдруг что случится? Что происходит, когда... Мы уже испытывали машину, она работает. Она готова. Все проверки прошли успешно. Сейчас мы будем творить историю, Джек. Все, что от тебя требуется, повернуть тот переключатель. В разных комнатах я подозреваю, потому что здесь должно быть много людей, а не двое. То есть на каждом терминале по два человека. На две минуты в прошлое. Запомни этот момент. Ух ты. Пол, что? Как? Все в порядке. Все нормально. Успокойся, Джек. Успокойся? Да ты... Тебя двое. Ты, мать твою, раздвоился. Именно это и должно было произойти. Это он... Он, это я. Будущий я, вернувшийся из... Из двух минут тому вперед. Твой злой двойник из будущего. Получилось. Охренеть можно. Ты только... Представь, что это даст. Мы сможем предупреждать людей о грядущих катастрофах. В будущих катастрофах пресекать на корню эпидемии. Я только что это говорил. Но и со стороны звучит хорошо. Господи боже. Теперь заходи в машину. Нужно завершить цикл. Ага. Да. Конечно. Подожди, Пол. Ты что делаешь? Это все большая петля, Джек. Я должен войти в машину и отправиться в прошлое в тот момент, когда я вышел из нее, чтобы... ...оказаться здесь. А если не войдешь? Нет никаких если. Я здесь. Это случилось. Ты же видел, Джек. Получилось. Это невозможно. Это... Это буквально невозможно. То есть я даже не могу... Не время останавливаться. Нужно испытать другое направление. Поставь ее на 5 минут в будущее. Мне вот интересно, а разве они не должны были аннигилироваться, как только друг друга потрогали? Что ты делаешь? Оль. Джек. Уилл? Помоги отключить. Надо отключить ее сейчас же. Нет, нет, нет. Останови его. Замолчи. Он повредит ядро. Подпогоди. Нельзя выключать. Там пол внутри. Уилл. Замолчи. Посмотри сюда. Опусти пушку и поговорим. Ладно? У нас нет времени. У тебя мысли спутались. Опусти пушку. Господи боже. Уилл. Время скоро закончится. Джек. Поверь мне. Иначе что? Останови его! Нет, я должен тебя выпустить. О, черт. О, нет. Нет, 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 нет. О, нет. Нет. Ты в порядке? Похоже на то. Я смогу выбраться. Займись Уиллом. Да. Ладно. Я так понимаю, машина так и так бы сломалась. У меня в ушах звучали слова Уилла. Время. На исходе. Какого черта? Ну, только если бы не включили ее, конечно. Бред какой-то. Уилл. Прям как снаряды летят. Уилл. Давай, Уилл. Уилл. А-а-а-а-а-а-а-а! Джек. Уилл. в любое состояние что же мы натворили она меня предупреждала это время я предупреждал пола этого можно было избежать опоздали как интересно он долетает и привет а дрифт заклинило завязание закончилось другого пути нет я пройду через машину что нет тогда даже если он пройдет через машину он же выйдет выйти должен в том же самом месте пойдем тут есть люк вылезем через него они внезапно начали стрелять а главное по нам что ли хотелось бросать но помочь ему я не мог я не знал где он окажется и почему мы еще в университете такая охрана с автоматами какого черта скорее сюда хотя их называют налетчиками тут я вижу они наверно пришли захватить машину то анимация джек твои руки идем пошли а и 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 Что сейчас? Вперёд. Нам сюда. Двигай. Вот так первый раз и работали мои способности. Неуправляемая вспышка, которая спасла Уилла. Джек, видимо, близость к источнику импульса повлияла на твоё взаимодействие с Хронополем. А что со мной сейчас было? Что вообще происходит? Да я ж тебе об этом и говорю. Ну так говори яснее. Из-за взрыва всё поломалось. Если время представить как яйцо, тогда это яйцо разбилось нахрен. Временное яйцо кокнулось. Что? При чём тут вообще яйцо? Во времени образовался разлом. Он всё расширяется. Впереди конец времени и дверь. Чего? Дверь заперта. Мой пропуск аннулировали. Не помогло. Отойди. Я открою. Неужели пальнуть у него надо быть, нет? Да ладно. Они просто так выламываются. Приём. Пряжься. Ещё идут. Они могли пойти сюда. Они идут. Сюда. Ну, озвучка, конечно, да. Мягко говоря, не огонь. Я предупреждал Пола обо всём расчётах. Я пытался заставить тебя меня выслушать. Сунув пушку мне под нос? Да, пушку. Это общепринятый жест. Означает, заткнись и слушай. Как всегда безупречная логика. Ты... Нет, а что? Не знаю. Тут чисто. А он точно не пошёл обратно в лабораторию? Он мог вернуться и подняться... Чушь какая-то. Как ты вообще тут оказался? Ну, ты нашёл, о чём волноваться. Меня позвал Пол разгребать за тобой тюрьму. За мной? Да ты хр... Сейчас. Ни хрена не видно. Придётся ползти туда. Блин. Блин. Чуку вижу цель. Ушел из служебного лифта. Ты её слышал. Вперёд. Блин. Ты вообще не в курсе, Джек. Тебя тут не было. За шесть лет произошло очень много. Это гораздо важнее нас обоих. Хрена си, они личные. Нас убить хотят, Уилл. Слушай, я меньше всего хотел впутывать в это дело тебя. Я... Прости. Ага. А вон Фёдор говорит, что озвучивают те же самые актёры, что и дублируют их в кино. Но, видать, им недостаточно много заплатили. Разлом во времени будет усиливаться. Нужно устранить его, пока не поздно. Как? Во-первых, добраться до моей машины. Ты с дверями лучше меня ладишь. Вы теперь капитан Прайс, да? Уилл, пригнись! Ой, чё, мы теперь будем всех подряд убивать? Огонь! Нас прижали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мах! Привет, Макс Пейн 2! Нам показывают убийство последнего противника. Так, блин. Тогда, блин, перестаньте в нас палить! Твою мать! Чарли Злост, да он много где был. Ты живой? Думаю, да. Но, Джек, это же... Да. Это ни в какие ворота. Да, сенс какой-то прям странный. Не случалось и пострелять, и побегать. Разное бывало. Но против целой банды выходить, это впервые. Фигово. Совсем фигово. Погоди. Он опускается. Бегся. Сколько можно? Ну-же, ну-же, ну-же. Вон он! Снимите его! Астронда! Блин! Форма Monarch Solutions! Монарда! Они наскели! Меня попал! Я вообще узнаю! Во-во-во-во-во-во! Что это веки виноватнее? Как меня напрягает стрельба на тригг... На это, на бамперы? На триггеры? Как это называется? Прикройте! На куртки, короче. Потому что частенько не срабатывают. Но вот шлейфы, они прям очевидные, я понял? Во всех действиях заметны. О! Автоматик. Время снова взбрыкнуло. Неудивительно. Надо идти. Группа налетчиков задержали Джека и Уильяма Джойсов. Ты слышал? Они знают, кто мы. Они знали, что мы будем здесь. Должна быть, им нужна машина. Лифт. Другого пути нет. До твоей машины нам не добраться. Они будут нас там ждать. Придется, Джек. Это важно. Чтобы исправить разлом, мне... Мне нужно... Нам нужно добраться до моей машины. Так, еще раз и медленно. Время поломалось. Это я понял. Но мы можем его починить? Теоретически, да. Я на этот случай кое-что приготовил еще давно. Вот только бы найти противовес. Противовес? Что за... Так... Что такое? Может, двери еще открыты? Дай-ка проверю. По поводу последнего, да. Последний противник убивается в слоу-мо. Это было еще во втором Макси Пене. Ну, собственно говоря, фишка Рэмиди. Все-таки удал. Эй! Уилл? Черт, опять застыл. Мне почему-то удалось разморозить Уилла. Хотя время вокруг стояло. Зависание. Она была права. Насчет разлома. Насчет всего. Можно забрать пушку. Прямо как в таймшифте. Нам сюда. Ух ты. Прикольно. Только почему у них винты светятся? Я, конечно, понимаю, что... Эффекты, все такое. Но это должны быть огоньки на самих винтах тогда, по идее. Ты посмотри. Она в шоке. Что ты делаешь? Я ее освобожу. Вот это, я так понимаю, опциональное действие. То есть мы можем этого делать, можем это не делать. И это как-то повлияет на потом дальнейшее происходимое. Не хочет. Почему с тобой получилось, а с другими нет? Без понятия. Может, дело в храновоздействии? Посмотри на них. Вторжение, да и только. Что они делают? Зачем? Они забирают всех. Всех, кто видел, что они вытворяют. Чувак. Пальцом будет стрелять в будущем. О, так они еще и убивают. Я боялся стоянку через лекционный зал. Ты сказал, что готовился к этому. Ты знал, что так и будет. Откуда? Бэт Уайлдер. Все сложно, объясню, в машине. За дверь. Что, не это что? А-а-а. Зависание закончилось. Пока что. Нет, нет, нет. Моя машина. Они патрулируют стоянку. Да ладно. Это же просто... Ладно. Ладно, Уилл. Успокойся, ладно? Не знаю. Прорвусь как-нибудь. Возьму машину и подгоню ее. Уверен, что справишься? Нет. Ты уверен, что можешь исправить время? Нет. Тогда мы квиты. Вот. Держи ключи. Почему... Эй, Джек. Будь осторожен. Да. Хорошо, я буду. Диалоги. Харона зрения. Чтобы включить... Нажмите Y. Понятненько. Какого черта? Мои способности усиливались. Я начал ощущать какие-то отголоски будущего. И прошлого. У меня обрегаться от деревьев. Эй! Ох ты. Ты в кого целишься? Открытие! А что не так? Что случилось-то? А могут быть здесь на пляже в потонге валяться? Не-не-не-не. Я не качаю этот автомат. Нет. Отдай обратно. Все, патроны оставить. Да. Так. А, только их тут все вывали. Какого черта? Найдите за спины! Гим-стоянок. И угоразило же тебя выбрать именно эту. Что-то со звуком, как будто тут 7.1 типа работает Так, где же твоя тачка, Уил? Так, ну-ка, надо зайти в настройки, параметры Звук, нет, ничего такого нету, да? Ладно По поводу цены, да, игра эксклюзивна для платформы Windows То есть она прорывается только в Windows Store и только на Xbox One Перед релизом, при заказе Xbox One версии, вам во время релиза выдавался бы ключ для ПК-версии бесплатно Но теперь... Я увидел эпизод из прошлого, как Уилл приехал в университет Но теперь они продаются совершенно отдельно, то есть покупая для Xbox, вы получаете игру только для Xbox Покупая для ПК, вы получаете только для ПК Возможно, кроссбай будет, но в будущем, пока его нет И на ПК игра стоит дороже Только бы не опоздал Я... Я прошлое, что ли, вижу? Причем не только в нашем регионе, во многих регионах ПК-версия стоит дороже О, черт! Воспользуйся... Нажмите РБ До меня дошло Я мог остановить время в одной точке Отвалите! Вы не понимаете! Уилл... Черт! Они же идут оттуда, где я Уилла оставил Надо бежать к нему Кем просил? Клянусь, я думал, пацан тронули Кем ты сидел из-за мне? Так, а еще ограниченная зона действия, что ли? Ой, промахал Ой, я сейчас умру, да? А почему нельзя стрелять? Без прицеливания Что за бред? Да Нельзя стрелять, даже не прицеливаясь Это вообще что-то странное Так, что обязательно надо включить эту штуку Только бы не опоздал Я... Я прошлое, что ли, вижу? О, черт! До меня дошло Я мог остановить время в одной точке Отвалите! Вы не понимаете! Уилл? Черт! Они же идут оттуда, где я Уилла оставил Надо бежать к нему Высыпай! Довернусь, я бы ему пальцем тронули Рак, азанутом! Ой, не-не-не, ладно-ладно-ладно, пацаны Патроны кончились! Нет! Откользуйся! Это не мы кровати Пошли, возьми! Ох ты, ох ты, ох ты Ты обходишь меня, ты обходишь меня И опять я промазал Машина, интересно, взрывается Прицела нет, да О, это шот же был А что они показали в замедлении А, еще не все, да Ух ты, а они оттуда же идут Перезаряжаюсь! Перезаряжаюсь! И даже почему-то патроны показываете Оба, хэдшот Меняем планы Хрен с ней с машиной Надо спасать Уилла Он в беде Так, патроны, патроны, патроны Слишком мало патронов почему-то в винтовке было Сколько? 120 всего? Ты Джек Джойс? Где мой брат? Его повели в библиотеку Ты их еще догонишь С чего такая забота? Ты разве не за них? Здесь все сложнее Слушай, ты бы шевелился, если уже не опоздал Тогда вы впервые увидели Бэт Уайлдер Да А она меня к тому времени уже знала А где вторая часть? Ответь, плис А где вопрос-то? Уилл Уилл! Так О, ага Сказано было Уилляма Джойс Обрать живым, если получится Отпустите меня, очень прошу Я вам Я валишь, лебала Заткнись уже, а Шеф велел тащить его в библиотеку Хочет разобраться лично Ой, привет, ребята Черт Хронов Уворот Нажмите Он своего подстрелил А я Ох ты Граната Убилась на выстрелы Прикольно Хочет разобраться лично А слушайте, он реально в него попал? Почему живой-то остался? Что ты бил? Я тебя перестреляю! Ох, черт Ты что, как перестреляю? Парень, ты что? Разбойник 4 Эй! Скин на подземном окке Это точно Смотри, взял и перестрелял И все Сразу же после этого Хронов в урота Включается замедление времени Как бы Надо попасть в библиотеку Его повели туда Так, ладно Но этого потом Походу больше По поводу Дарк Соулса Сейчас мы играем в то На что мы поменяли Дарк Соулс Что? Вы еще не знали, что Айлдер вам помогает И не только она А что он там увидал-то на улице? По всему универу свет вырубился Кто-то вырубил А говорили все по-тихому сделать Да, разброс, конечно, прям Ох ты, нифига их там Где-где-где-где-где? А, ближай, какой-то На какую кнопку Интересно знать Ну, снизу Окей Сам должен к ним пойти Нет, он автоматически Перегибается возле укрытий Но не прилипает к ним Ты что, не умеешь, что ли? Да ладно Серьезно? Так, идем в библиотеку Окей Ладно, хоть метки показывают Зачем вы меня сюда ведете? Книжки, блин, просрочены Сдать надо Штаб, Глент Джойс, доставлен в библиотеку Ждем приказа Прием Уилл Его увели в библиотеку Мне надо туда и в темпе Не, ну приколы, конечно, прикольные Книжки сдать надо Должен быть другой вход Сколько у тебя кадров? Мы играем на Xbox One, ребята 30 FPS в лучшем случае Да, собственно говоря, на... Нет, на ПК там нет ограничения по FPS, да И это еще откуда? О, можно прийти По сортирам, что ли, звать? Да ладно Это у нас еще патрончики О, радио Похоже, я не один здесь воюю Вечер будет спокойным Но ситуация с протестами против монарха В Ривербурдском университете Кажется, приняла на редкость Кверный оборот Я не знаю, что именно прямо сейчас происходит То есть, выйти даже вот эти вот все эффекты Они какие-то, ну, не знаю, не цельные, что ли Как будто с шумами Вот это вот как раз есть эффект Это у них тут... Блин, я даже не знаю, как эта фигня называется Как эта технология Ну, типа, в общем, они С помощью нескольких плохих кадров Делают, типа, один красивый кадр Так, вот надо что-то с этой фигней сделать Ага, вот, наверное, запрыгивать надо Вообще, вот у нас в университете даже Компы еле-еле после Пентиума-4 А у них тут уже машина времени создается Да блин, мне же некогда Мне же некогда Это почему он сказал? Ооо, надо же, тут будут Загадки с использованием времени Ву-ху Получилось Игра своих денег не стоит, ну Тут На ПК-версии точно своих денег не стоит Потому что стоит у нас как консольное Но хуже качество Тем более там очень все зависит от вашего железа Борт-1 на связи Перевозим ядромашину времени Эй! А ну-ка, руки вверх! Чего это тут творится? Но на консоли это, собственно говоря Обычная игра По обычной цене Так что Тут как бы никаких Вопросов нет вообще А вон сумка с патронами По-моему, да? Штаб Уильям Джойс Доставлен в библиотеку Ждем приказов Прием Интересно, где его брат? Оставьте минимум людей Ждать директора Остальным собранцам Долгах на территории И храну на добычу И выдавка измельчин Библиотека будет подорвана Через пять минут Ой Библиотека готова к подрыву? Сейчас? Тяжело Сколько патронов? Сколько? Четыре патрона? Да ладно, серьезно? Слушайте, звук вообще И все? А нет, господи Я уже думал, конец Ну, пистолета, патрона бесконечная Это хорошо Ну, блин, четыре патрона в пистолете А что за пистолет такой? Ты же понимаешь, что он тяжелый Ну, даже в Desert Eagle 7 А это вообще пушка О, а что ты тут стоишь? Джек, беги Хрона, щит, норме тебе Кстати, пистолет меняется прямо в руке Вообще, классный пистолет Убивает Убивает с трех выстрелов Хотя имеет целых четыре С его обоями Ой-ой-ой Гранаты, гранаты, гранаты Пацаны, давайте это Ближний бой мне Как-нибудь Покажите уже Из ближнего боя Как-то тяжко совсем О, пуля прямо мимо пролетела Ты цел Ты цел Ох, как ты мне будешь Объяснять весь этот бардак Еще походу Третье какое-то оружие будет Но пока его нет Ты что, реально нет Ближнего боя? Это перезарядка-то, да? Брыжок Вообще бред какой-то Надо торопиться Где моя машина? У нее цвет уродский Возьмем другую Нет, Джек В ней Потом обсудим Он, кстати, его так и не развязал Цвет уродский Я оставлю чемоданщик в машине Укрытие! Во-во-во-во-во Заграти в бургу Твою А-а-а-а Тут где-то Тробовик лежал О, нет, ты последний все-таки Не поможешь? А, вот как раз тробовик Больше не осталось? Да Похоже на то Вот, кстати, судя по комментариям Она тормозит даже на 980 Ну, в смысле, как тормозит? ФПС не очень ровный Дропается Сначала ищем мой чемоданчик А потом Бэт Уайлдер Зачем? Кто она? Она знает про разлом И я ей верю Но хоть кому-то ты веришь Джек Я молчал для твоей же безопасности Безопасности? Оглянись Мы прямо как на курорте По твоей милости Я не виноват Бэт предупреждала, что так выйдет Я пытался принять меры А мне хоть бы слово сказал Ну, а как было? И давно ты в курсе? Джек, давай потом поговорим Сейчас надо найти чемоданчик А вот ближнего боя не хватает Особенно, когда ты близко к противнику И у тебя кончаются патроны В обоим его, в всяком случае Или будем ждать, пока еще набегут? Джек! Пол? Джек, нам пора Погоди Прости, Джек Пол, что с тобой? Что ты делаешь? Что следует сделать? Подумай об этом Ты не знаешь, что на кону Прекрасно знаю Именно поэтому я здесь Я даю тебе возможность передумать Эту цепочку событий Уже не изменить прошлое, будущее Я это верю Я это прожил Семнадцать лет Семнадцать лет Это был ты Первый эксперимент Либо мы будем работать вместе Либо ты умрешь Со своей надеждой Слушай, я сделал устройство Я остановлю разлом Не остановишь Чушь какая-то Хуже ведь не будет Будет И поэтому нельзя, чтоб ты мне мешал, Уилл Все можно решить иначе Нельзя такого допускать Я не сдамся Мне понадобились годы, чтобы укрепиться в решении Но у нас их нет Стой, стой Погоди Взрывайте Я этого не хотел Нет! Ты не пройдешь Конец акта 1 Конец акта 1 Конец акта 1 Конец акта 1 Продолжение следует...